доброе утро доброе утро мои хорошие зрители подписчики все кто случайно заглянул на мой канал меня зовут светлана беларусь гумель сегодня 1 апреля всех вас поздравляю с первым днем весны настоящей весны 1 апреля вот у нас этот день нерадостный у нас идет ливень всю ночь я очень плохо спала всю ночь из 6 часов я вообще не не спала уже полежала до 9 и и поднялась потому что но невозможно тарабанит дождь по отливу все это для меня гиблое дело идет он ливень такие лужи сейчас покажу сейчас хочу идти на главпочтам можно было конечно поближе но у меня привычку вошло ехать на главпочтам чтобы там заплатить за интернет отключили мой беспроводной интернет остался у меня только мобильный вообще меня это удивляет ложу деньги постоянно и так быстро заканчивается беспроводной интернет наверное сегодня посмотрю если не будет очереди то зайду знаю какой же тариф может подорожал наверно же подорожала вот точно но узнаю пойду заплачу за интернет зонтик наверно надо брать ливень идет настоящий летний ливень такой дождь вот но так больше никаких новостей нет совсем никаких на комментарии я вам всем отвечала там письменно спасибо девочка пишут мне свои истории но хочу сказать этим девочкам что у меня вот как то так получается и с мамой и с кормлением и с сидением для тех кто говорил что почему мы маму не садим мы ее садим она не может у нее спина не сгибается мы ее пробовали сестрой спускать ноги с кровати и садить она кричала криком говорит болит поясница она вся заклякла все она анимела деревенела и поэтому мы ей под спину подлаживаем подушку и она так вот полусидя а как же в больнице больных кормят у изголовья поднимут кровать и все вот так что спасибо вам большое что вы пишете свои истории конечно девочки ваши истории вот последняя написала мне не помню кто очень дружные люди у них две сестры и брат они друг другу помогает какая-то согласованность у нас сестры согласованности нет там этот же человек мне писал а что если вам сестрой сесть за стол перемирия никакого перемирия если мы друг другу наговорили гадости друг другу наговорили проклятие первое начало с проклятие сестра чтоб тебя говорит все кто хотел я говорю так это же хорошо все кто меня хочет ну и потом понеслось мое в ответ ее в ответ и у нас сплошные проклятие друг другу и поэтому и поэтому никакого стола перемирия никакого чайка быть не может это видать идет по наследству потому что отец со своей родной сестрой нет не дружил с тех пор как женился на маме на моей вот мама лежит за мамой стена за стеной узкая половина дома та узкая половина дома была отсужена у своей сестры вот а еще за той стеной живет мои родственники двоюродная сестра с которой мне в детстве не разрешали играть у нее был брат вова он уже умер с которым мне тоже не разрешали играть и вообще мне ни с кем не разрешали играть и поэтому брат с сестрой у нас отец со своей сестрой они были кровные враги они прожили очень много лет под одной крышей и первый умер мой отец потом умерла тетя зина вот и поэтому они вообще вообще вот вот на ножах сабли на сабли и поэтому наверное в нас так идет с сестрой там кто-то интересовался с каких пор но я отвечала с каких пор мы так враждуем сестрой раздуем с тех пор как стали смотреть за мамой у нас разногласия я не хочу сказать что я белая пушистая такая уже хорошая такая правильно нет я тоже неправильная я могу сделать из мухи слона я истеричка я нервная я вот но у нее есть тоже недостатки я вам про свои недостатки сказала так что девочки большое вам спасибо что вы пишете не в одной меня такая история у многих такие истории там еще одна мне женщина пишет что с мужем не было жизни всю всю жизнь а сейчас она за ним ухаживает меняет памперсы кормит с ложечки спрашивает у меня как вам моя ситуация говорю мы с вами в одной упряжке что у вас что у меня только если это ваш первый муж от которого дети как я называю муж с пеленок то тогда стоит его смаз смотреть опустил эти обиды носит а второй муж приходящий так я бы его сдала к черту честное слово это еще живешь с человеком с 18 лет или из 20 и родил от него детей и еще как-то его можно а если этот пришел в то второй или третий бракон туда насос обслуживание девочки все рукам леет держу вас на ручке этого самого окна пойду на почту поговорила с вами немножко вам показалось главное вам показаться что все в порядке все что все мир на земле у нас мир на земле так вообще все страшно посмотришь в интернете люди те которых еще есть связь они что-то снимают да ладненько все мои хорошие вот такие у нас лужи и вот так по лужам смотрите идет дождь это ливень это настоящий летний ливень или они голубка сегодня нету и белье сегодня никто не стирает не сушит веревки и висят пустые вот так что никого нету ни бомжей ни студентов никто не курит ну правильно такой вон дождь идет по лужам все мои хорошие пока девочки это я уже иду на почту держу вам вот такой телефон иду под зонтиком дождь лупит ветер короче хочу вам хочу вам ответить еще на один вопрос там ну не вопрос а типа как шутки какая девочки шутка ой плохо идти и держать и снимать там пишут две разные ноги девочки да у меня две разные ноги та нога который делался перелом первоплюсневой кости она на 40 размер обуви а вторая нога где сухожилиями стягивалась по шеде а была операция там у меня нога на 41 размер я ставила две ноги на листик белой бумаги делала отметочку 1 26 сантиметров это сороковой вторая стопа 26 и 5 если я покупаю обувь сорокового размера это сапоги я достаю стельку с левого сапога и хожу зиму без стельки тогда мне сапог свободен если я стельку оставляю мне сапог тесен то есть как на ногу 41 размера налазить сапог сорокового размера без стельки без стельки потом второй вариант летняя обувь это касается туфлей и туфель туфлей ибо и сапог вот а что касается босоножек если купишь 41 размер то левая нога свободно возле пятки пространство и свободно возле пальцев возле пятки идешь там еще целый мизинец место а если купишь босоножки сорокового размера то левая нога которая больше на 41 размер то пятка подвисает и пальцы торчат но я летнюю обувь беру сороковой размер пусть лучше пятка подвисает и пальцы торчат вот вот я ответила так что там сутка мне написали да после такой вот операции ой ветер после такой вот операции разной но возьмите вот длинный детский резиновый шарик который надували на 1 мая извините это ветер такой вы сожмите его посредине он же увеличится в размере правильно шарик детский длинный колбаской такой вот сожмите руками а он в размере увеличится так и ногу стянули сухожилиями стянули ногу и она увеличилась удлинилась на там на 5 миллиметров но нож видно и поэтому да девочки мне две разные ноги не одна левая одна правая как вы пишете а одна сорокового размера одна сорок первого и обувь подобрать очень тяжело если бы я была банковский работник или офисный работник мне надо было на шпилечках ходить я бы обувь себе такую не подобрала мне бы эти шпилечки шлепали на левой ноге или было или были бы тесны на правой ноге так что вот так я вам все все я вам рассказала видите сколько у нас магазин привезли товара машины стоят разгружать магазин соседи вот это наш универмаг виднеется вот это наш макдональдс построили вот девочки извините что камера трясется потому что на этой же руке висит сумка вот и снимаю вам просите в магазине на руке висит сумка в одной руке телефон в другой корзина а в зубы что взять знаете в интернете нашла тик токи ролики как феврале месяце громили а т.б. магазин наверное вскрыли его замки дверь и тянул кто что мог кто упаковки воды кто продукты один мужчина наверное стоял и снимал это все и говорит о ну и матом сказал о блин даже утюг у зубах не несет и действительно это был какой-то торговый центр на втором этаже видать были электротехника вот и мужик с двумя сумками с коробками а в зубах у них унес утюг зубах и я это видела но интересно это амели тополь или меритополь мели тополь до мели тополь украина так что девочки громили там этот а т.б. так интересно было посмотреть а этот мужчина что снимает он говорит господи все сметают и ноутбуки и кофемовалки вот зачем человеку там вот эта вот техника принесешь домой эту технику а к тебе ракета принесет бабахнет и все и не будет ни техники не тебя если уже громит так брать еду макароны мука зеленый свет сейчас перейдем дорогу девочки и будет остановка мне до площади ленина ехать вот как профессиональные блогеры снимают они идут у них рука не дрожит а я иду мне сумка по колене блем блем все мои хорошие все рука отмерзает видите нашу погоду все давайте пока девочки это я пришла я с главпочтам по заплатила я за интернет заплатила я за домашний телефон все подорожало все у меня было по нулям мой тарифный план на интернет называется рекорд 10 он самый дешевый 20 рублей с копейками плюс домашний телефон отдельно ну и того я отдала 27 белорусских рублей даже больше я 22 положила на интернет и 7 рублей на телефон домашний телефон мне совершенно не нужен от совершенно если бы интернет был не привязан к домашнему телефону я бы отключила он мне не нужен домашний телефон но вы видите какая система вот эта вот система три в одном зала интернет и телефон зала у меня отключена у меня зала нету я телевизор вообще не включаю вообще не смотрю его он мне стоит для мебели телевизор я не включаю и домашним телефоном я не пользуюсь у меня один интернет но у меня зала и не проведена у меня даже нет этой коробочки туда и провод туда в комнату не идет я отказалась сразу. Мне это не надо. Вот. Такой я просто образ жизни веду, что я телевизор не включаю. А если включаю, у меня идёт 9 стабильных программ. Иногда включают ещё 3 или 4 программы. Иногда идёт 14 программ. Но потом вечером как-то они, наверное, отключают. И вечером идёт только 9 программ. 9 программ вот так отлично. О! БТ-1, БТ-2, БТ-3, НТВ, Россия, потом первый канал российский. Этого вот так девочке хватает. Не знаю, почему все гонятся за 120 каналов, 70 каналов. Зачем они? Зачем их не смотрим? Это всё пустое. Так что отдала я 30 рублей. Я не знаю. Я вся в долгах. Не знаю, как я выкручиваюсь. Я не знаю. Короче, там я сейчас открыла творческую студию. И там мне два человека. Я уже не помню, кто. Я уже не помню, кто у меня спрашивал. Каких блогеров я смотрю? И смотрю ли я маму отличника? Девочки, что вы так все зациклились на маме отличника? Блогеров... Вот кто у меня спрашивал? Я не выписала, забыла. Кто у меня спрашивал? Юлия, вроде бы. Вроде бы Юлия, да. Юлечка, если это ваше имя или ник. Посмотрите влог номер 12. Там я всё подробно рассказала, на кого я подписана. Влог 12, и следующее идёт дополнение к влогу. Это как бы 13, но он не 13 там обозначен. Вот. Я там очень много смотрю блогеров, я про всех рассказываю. что из чужих, не из знакомых мне людей, канал самый хороший для меня это Вася Носеня, и самый хороший канал это Татьяна Белохон, кого я смотрю в первую очередь в захлёб. Вот. Маму отличника не смотрю, она мне чего-то девочки раздражает. Может быть, это и хороший канал, может, она хорошая женщина. Я никого не обсуждаю, не обсуждаю, не обхезываю. Вот. Но она меня чего-то раздражает. Она меня раздражает своим поведением, она так вот ведёт вызывающе. Ну, я не знаю, не хочу я обсуждать. Я с удовольствием смотрю канал Любы, канал Саранча Люба, Любовь Ивановна. Вот. Мне она нравится. От неё есть что перенять. Простая обычная женщина, мой возраст у неё, она москвичка, сама смехневая. Вот. Она сейчас на даче с мужем, с семьёй, и мама старенькая у неё. Я от неё больше что могу перенять. Вот она показывает тоже, как готовить там дачу. Ну, в основном дача, огород показывает, как травку косят, как розы, гортензии. Всё это у неё вот такое вот-вот. Ну, я уже жду, когда она переедет в московскую свою квартиру. Мне что-то как надоела эта дача её. Ну, приятная женщина. А мама отличненько. Ну, что от неё можно перенять, девочки? Не знаю. Не знаю. Так что Юлия там, вроде ник такой, Юлия. Влог 12-й. Кого я смотрю? Каких блогеров? Потом. Татьяна Демидова тоже рассказала про знакомую, про ноги, про косточку, про спицы. Да, девочки. Если вот это... Вот, понимаете, это моё упущение. Я повторяю ещё раз. Если бы мне всё это объяснили, я бы сказала, нет, мне просто спилите косточки. И всё. Срубите их, счешите, как вы там делаете. И всё. Они ставят во второй, третий, четвёртый пальчик спицы, потому что пальчики вот так вот, они подогнуты. И мы ногтями ходим. А вот здесь вот натираем вот эти вот фаланги. И поэтому они ставят спицы в ноготь туда, в фалангу. И эта спица торчит, я вам рассказывала, на второй ноге она у меня заросла, мне надрезы делали, чтобы эти спицы достать. И потом, они всё равно покрутились эти пальцы. Они всё равно как смотрели вниз, так и смотрят. И когда начинаешь ногти обрезать, ногти-то растут, а при ходьбе они упираются вот-вот по шву, и они всё равно толстые, их не обрезать, не срезать, всё. Поэтому, это уже всё старческое. Но я повторюсь, что вчера говорила, если мне придётся ещё раз, если у меня будут вот такие вот шишки на ногах, вот такие вот, и будет вот так вот палец на палец лезть, вот так вот мне на ноге, я пойду ещё раз. Если, конечно, у меня на то время не будет сахарного диабета, и поймая ему возраст, то возьмутся мне. Я пойду, но я пойду только пилить косточки. Всё. Палец на палец лезет, а лезет от этого и есть спасение. Вот эти вот помпушечки купить силиконовые и носить. Всё. И не будет палец на палец лезть. Спицы после операции болезненно, девочки. Ой, болезненно. Не болезненно. С ними, ты же на костылях ходишь, ты же не наступаешь на ногу. Ну, дай-ка, это я делала в 10-м году, мне было 50 лет, а сейчас мне 62, 22-й год. Разница есть? Поносить свою задницу на костылях 50 лет и поносить свою задницу на костылях 62 года. И поэтому, если просто спилить косточки, то можно обойтись без костылей. Они такие лангеточки ставят на подъеме. Я же сказала, вот пятка, и вы идете, как уточка, вот так вот на пятках, вот пятка. И вы вот так вот цоп-цоп-цоп-цоп только на пятках ходите по коридору, в туалет. Ну, про ноги вроде бы все, девочки. Кто там, я вот шла по дороге, рассказывала, еще раз повторюсь, две ноги у меня разные, потому что на двух ногах была разная технология суживания ноги. Вот возьмите резиновый шарик, надуйте длинной колбаской и посреди пережмите его рукой, он в длину будет раздаваться, воздух. Так и это. Мне передавили моими сухожилиями пальцы, поскручивали, и нога увеличилась. Никогда у меня не было, чтобы одна нога была одного размера, вторая, второго размера. С обувью я сейчас, девочки, мучаюсь. С размером обуви. Я же вам рассказываю. Если летом еще так-сяк, пятка подвисает на 41-м размере, в мере 40-й, ладно, идешь как-то, кто на твои ноги смотрит, пятка подвисает. Но насчет сапог и туфлей или туфель, это проблема. Если покупаешь сапоги 40-й размер, то на 41-м убираешь стелечку и ходишь без стелечки. Ну вот, девочки, каждый как-то приспосабливается, человек, к жизни, к обуви. Ну, такая у меня проблема. В нормальном стоячем состоянии у меня пальчики ровно, но если ляжешь, ногу выровняешь, это ужас. Прорехи между пальцами. Вот так, девочки. Ой, покажу вам свои покупочки. Купила я, девочки, яйца себе. Яйца подорожали. За 2,40 я брала. Купила вот такой вот уцененный перчик красненький. Здесь вот чуть-чуть такая вот вмятинка. Сейчас покажу вмятинку. Вот, скажите, Светка Дегтярева ест гнилое. Вот она, чуть-чуть вмятинка. Вот она, оно видно. Я вот так вот вырежу, вот, и все. Хороший перчик. Вот, крепенький, целенький. Вот только вот эта вот вмятинка. Уценочка. Купила 3 луковинки себе. Я же, девочки, не готовлю. Не первые блюда, никакие. Купила пачку майонеза, без него никак. Майонез провансаль. Купила картошки. Купила вот такой вот кусочек мяска. Здесь вот, правда, косточка, вот. Ну, и вот здесь вот 4 ребрышка. Ну, вот такой вот купила. Кстати, я шкурку от сала не выбрасываю. Никогда. Я ее, девочки, ем. Может, кто меня осуждает. Я всегда, значит, так, если мне ее надо срезать, я ее срезаю и ложу в морозильник. Когда перед пенсией, я скажу грубо, жрать нечего, ты берешь с этой шкурки и варишь суп. Она в супу вот такая вот набухает, мягкая, вкусная, и навар. Картошечки, морковочки, какой крупки кинешь туда, или вермишельки. Такой супец со шкурки. Так что я шкурку, девочки, от сала не выбрасываю от мяса, от сала. Все. Вот такая я. Вот так вот я веду себя, живу. Вот так вот я. Вот. Ладненько. Попью, наверное, чайку. Еще рано, половина первого. Загружу вам, может, это видео коротенько, а то вы уже устали по 40 минут смотреть меня, девочки. Что-то хотела еще вам сказать. Ну, на комментарии я вам отвечаю. Все, девочки, давайте мы про ноги эту тему закроем. Вот. Я просто хочу сказать, что если кто, вот мой возраст, ходите в артепетический центр и купите вот эти вот силиконовые прокладочки, чтобы пальчик на пальчик не лез, и носите их. Оно очень удобно. Ну, девочки молоденькие, они будут носить так, в такой, а нам что, на палец нацепил и иди. Тем более, в это время уже они делают, видите, с таким скреплением, что одевается на соседний пальчик. Это раньше просто была такая катушечка, засовываешь ее, она падает, теряешь ее, это все деньги. Но они недорого стоят, я не помню сколько, но недорого. Все. На этом все, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok